До оптимизировались, до импорта замещались. Цена на мясо в России может увеличиться в несколько раз. Слушайте, ну нами реально какие-то супер эффективные менеджеры управляют. После них хоть потоп. В какую отрасль нос не сунут, там полный алис начинается. Нефтегазовый сектор 20 лет развивали, обрушили рынок углеводородов. Кризис случился в начале 20-го, показатели в минус ушли. Сопутствующие отрасли грохнули, сили на грани, в лесную промышленность полезли. Накрылась та промышленность женским половым органом. Только в прошлом году миллионы сибирских гектаров выгорели. Как теперь ресурсы восстанавливать никто не знает. Но путинские ребята на этом не успокоились. В борьбу за экологию включились. Итог. Отравили пол Сибири, уничтожили тонны живых организмов на Дальнем Востоке. Ну, Камчатку же помним, да? Мертвые крабы, мидии, морские ежи. На побережье Камчатки не видно песка. Все завалено выброшенной на берег штормом морской живностью. Не знаю, там на дне что-нибудь выжило вообще, да? Пару лет назад чуваки в сельское хозяйство ноздри замочить попытались. Недавно, кстати, рассказывал о плачевном положении дел в данной отрасли. И слушайте, как в воду глядел. Не прошло пары недели, выяснилось, что и на том фронте мы тоже в аднице. Свинины и мясо птицы могут подорожать на четверть, а то и на треть. Об этом РБК рассказал операционный директор группы прода, которой принадлежит, например, бренд Клинский. О росте цен на сырье рассказали и в группе компаний Дымов. Причем логики в этом мясопереработчики не видят никакой. Ведь производство и свинины, и мяса птицы в России в этом году выросло. Следовательно, дефицита быть не может. А я думаю, цифры по производству выросли только на бумаге в отчетах. В реале все менее радужно. И вот конкретное тому подтверждение. Видео, которое я вам показал только что, летнее августовское. Тогда тоже возник затык с поставками мяса на рынок. Чиновники и пропагандисты, впрочем, несли ахинею о сезоне шашлыков, о пандемии. Мол, люди за границу отдыхать не поехали. Вот вам и всплеск спроса на продукт. В данный момент за окном декабрь. На шашлыки в это время года даже самые безбашенные редко ездят. А мяса снова нет. Что сейчас случилось? Они квоты на увоз той же говядины из-за бугра снизили. Поэтому теперь ее станет меньше. А стоить она будет больше. В полтора-тире три раза дороже станет. Ух ты! Молодцы пацаны. АПК тоже с колен подняли. Начинаем. Хотел бы на этом закончить о сельском хозяйстве? Нет. В понедельник все информагентства страны, как давай пестрить сообщениями, Россия не смогла достичь целей по импортозамещению. Испанский стыд. А кто ж до этого кричал, что санкции-то нам только на пользу? Я хочу сказать, что санкции это не то, что нас не сломит. Это то, что нам нужно сейчас. Путин вывел страну из позора и нищеты 90-х годов. Отрыжка болотной площади. Правильно. Странно, согласитесь, по прошествии пары лет после введения нужных и полезных санкций, выясняется, какое мясо. Тут, блин, с молоком-то беда. Да что там с молоком? Читаем вместе. Провальной оказалась и ситуация с поставками овощей. Предполагалось, что к 2020 году мы их практически перестанем ввозить в страну. Свои начнем есть. А на деле, блин, не выходит каменный цветок. Это какой-то позор. Ребята, если кто-то не догнал сейчас, мы об овощах говорим. О картошке, капусте, свекле, морковке, луке. Да, бананы в Эрефии не растут, но это-то Египет и Израиль. Нам картофан поставляют. Египет и Израиль, блин. Два государства, которые находятся в пустыне. У них нет земли. У них там песок. И воды тоже нет. Поливать нечем. Но эти страны в Россию картошку везут. В Россию. Территория, которая занимает одну седьмую часть суши. У нас земли этой хоть жопой ешь. Страна растянута на 11 часовых поясов. У нас картошки, морковки, сыреклы можно выращивать столько, что всю вселенную запросто обеспечим. Даже не планету, вселенную. И я не пошутил. У нас половина территории. Это сельские поселения. У людей там работы нет. Пьют. А путинские управленцы в это время у Израиля овощи закупают. За следующие пять лет войти в пятерку крупнейших экономик мира. Абсолютно реальная задача. Абсолютно реальная задача. 20 лет дядя Вова нас с колен поднимал. Чтобы потом выяснилось, у нас нет ничего своего. Теперь вот еще и картошки с мясом. Это реальная журналистика. Подробности во второй части выпуска. Поехали. Дамы и господа, приближается Новый год. И мы с коллегами решили в это непростое время помочь детям-сиротам из моего родного Екатеринбурга. Нескольким детским домам. Собираем деньги на подарки. Кто сколько сможет. Четких рамок нет. Если все получится, обязательно съездим. Обязательно поздравим ребятишек. Принять участие можно перейдя по ссылке. Она сразу под видео. Там все просто разберетесь. Не уговариваю, но призываю. Зато у нас есть почти 3 миллиона чиновников, что в полтора раза больше, чем в СССР. Там, правда, и население около 300 миллионов человек было против сегодняшних 146. А еще у нас есть 33 миллиона бюджетников из 78 миллионов работающих граждан. Вот часто на меня бюджетники обижаются, когда я данную тему затрагиваю. Ребят, вы одно поймите. Оно только в вашем понимании. Бюджет это там врач, учитель, военный, полицейский. Хотите знать о бюджетниках больше? Пожалуйста. Ну сейчас-то поняли. 25 миллионов рыл. Это вообще хрен знает кто. Ни мышонка, ни лягушка, а неведомо зверюшка. А почему? А потому что при каждой госструктуре есть какой-нибудь МУП, ВГУП, ШМУП. И все это тоже бюджетники. Это не врачи и учителя. Это, например, какие-нибудь советники по работе с населением в плане разъяснения норм, принимаемых на административном уровне. Там здание в 22 этажа. 435 руководителей у каждого секретарша. Помощник, юрист, уборщица. Ну и так далее. Всю эту шоблу вы тоже содержите. Ну и я вместе с вами. Здравствуйте. Это Афина. У меня к вам вопрос. Может ли искусственный интеллект стать президентом? Надеюсь, надеюсь, что нет. Ой, а это вообще анекдот. Мы же еще кучу денег на всякие супер-пупер технологии тратим ежегодно. Один только Роскосмос чего стоит. Сейчас вот еще и сберну. И давайте опять из личного. Принесли мне тут одну фигню российского производства массажер для рук. Нет, сама по себе идея не так уж и плоха, мне кажется. Ну, мы все живем в век высоких технологий. Многие огромное количество времени проводят за компьютером, там клавиатура, мышка и так далее. Руки устают. Массажер очень бы пригодился в данной ситуации. Ну, давайте посмотрим, что же это за хрень и как оно работает. Первое, что сразу бросается в глаза. Хотелось бы, чтобы оно имело форму перчатки. Ну, или хотя бы варежки, однако форма там вот такая, а точнее форма отсутствует. Со стороны ладони в эту недоварежку вмонтировано нечто прямоугольной формы. Ну, вот похожая штука. Оно вибрирует. Цельных два режима есть. Ага, чуть побыстрее и... Чуть помедленнее. Для тыльной стороны ладони зачем-то придумали обогрев. Тоже два режима. Чуть посильнее и... Чуть помедленнее. И это все. Объясните мне тупому, в чем смысл данной хреновины? Согласен, в послевоенное время, в 50-е годы, например, это был бы прорыв. Сейчас оно вообще на кое ля? Это не массажер для рук, это больше на прибор для неумелой мастурбации. Смахивает зачем оно? Мы уже на беспилотниках летаем. Луной Марс покорять планируем. Искусственный интеллект вон в массы внедрять пытаемся. И параллельно производим вот это. Россия священная наша держава. Россия любимая наша страна. Ладно, не будем о грустном, давайте о скрепном. Состояние 22 олигархов в нашей стране превысило бюджет России. И это правда, господа. Фамилии не стану сейчас называть. Вы и так их хорошо знаете. Всего за один год это случилось. За дважды кризисный год. Ребят, 22 олигарха сумели заработать бабла столько, что перекрыли объем казны всей страны. Ух ты, интересно, а как это ребятам удалось? Экономика всего мира практически стояла. Границы большую часть времени были закрыты. Торги на биржах и вообще не имели места. За счет чего люди миллиарды поимели? Каким образом? Хотя Ване Жоная бесполезно объяснять. Он политикой не интересуется. Экономикой тоже. В понимании Вани триллион рублей у ребятишек мог вырасти, например, в огороде. В теплице для огурцов точно. Ладно, все это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Благодарю кафе Фаина Раневская за предоставленное для съемок помещение. Рекомендую заглянуть. У них тут уютно и вкусно. Кстати, цены очень демократичные. На наш второй канал подписывайтесь. Ссылка внизу. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте системы. Предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока.